Ну давай, я готов, давай, теперь я готов, это очень важный материал, это очень важный материал, потому что вот там Валерий Брошко в нашей школе, человек будущего, привет, Валерий, он прекрасно напомнил мою цитату, что знакомые слова кажутся понятными, да, без осмысления, да, знакомые слова кажутся понятными, без осмысления, и поэтому мы не вникаем в смысл. А я сейчас буду говорить, ну прошу вас вникать в смысл, я вам просто расскажу, чем отличается ключ от ключ-2. В двух словах, ключ это когда мы входим в ритм, и когда у нас наступает релаксация психическая, нам становится хорошо, ну например, когда вы вошли в ритм бега, бежите, бежите, да, а ключ-2 это когда вы моделируете момент, когда вы не вошли в ритм, ну например, бежали-бежали, и у вас дыхания не хватает, и вы пересиливаете себя, собрали всю голову в кулак, преодолели пик напряжения, и побежали, и так легко, говорят, второе дыхание. На самом деле дыхание тут ни при чем, оно просто пристроилось. Потому что бабушка, например, вяжет-сидит, вяжет-сидит, и она находится в состоянии хорошем, мы все текут, свободно там, да. А вот она пошла на суд, у нее внука судили, и вот у нее наступил такой же пик напряжения. Внука судят, она сидит, ее трясет, и в этот самый момент, ну совсем такой пик, как во время бега, вот когда пик напряжения, и вдруг какой-то момент, и бах, и она сидит, и ее вот так покачивает, а голова такая пустая, и ей все равно, такое безразличие, и она так может сидеть и сидеть, да. Третий момент. Например, метод Шичко, войти в ритм, шину накачиваешь, дыхание такое активное, интенсивное, да. Нет, нет, метод Стрельникова, и Метод Стрельникова, и Стрельникова, я забыл, старый уже, ну старый, ну куда денешься, как будто бы, да, но на самом деле забыл, потому что эти методы в миллион, так послушайте во всех методах один и тот же смысл. Либо вы входите в ритм, как у Стрельниковой, дыхание тоже ни при чем. Если вы так будете делать, как делал у Стрельникова, без всякого изменения дыхания, у вас тоже наступит такое же состояние, в ритм вообще. И противоположный метод, бутейка, вот этот переваливать пик напряжения, так бутейка как рекомендовала? Задержка дыхания. Для этого нужна воля, да? Задержал, отпустил, задержал, отпустил, задержал, и уже можешь держать бесконечно. Потому что перевалил, как момент бега. Ну, тот, кто имеет уши, как говорится, услышит, кто хочет вникнуть смысл слова, вникнет. А потом мы на наших винарах будем говорить, чем отличается ключ от ключ-2. И вот самое интересное, поток. Книга о потоке. Чинскен Михаи, да, Наташа? Чиксент Михаи. Чиксент Михаи, мой любимый автор. Мой любимый, ну, великий психолог. Великий психолог. Венгерского происхождения, живущий в Америке, профессор, какой-то кафедрой заведует там. Ну, умный очень человек. Он сказал, что если человек находит поточное состояние, ходит поток. А я сейчас вот рассказал, в поток ходишь, если в ритм бега ушел, и можешь бежать бесконечно, это марафонский бег. Нашел ритм. Или когда перевалил пик напряжения, и про бабушку рассказал, да, и про Стрельникову рассказал, и про Бутейка рассказал. Так вот, когда они входят в поток, а там человек, который занимается любимым делом, он счастлив, потому что он в какой-то момент входит в поток. И у него сама рука, как говорится, рукой вводил Бог. Или композитор, которому прямо лилась музыка с небес, и он только записывал ноты. А я это по себе всегда знаю, я могу этот поток вызывать. Единственное что, я вас научу это делать быстрее, потому что кое-что Чинскен Михаи... Чиксент. Чиксент не Михаи, нельзя, он же не психофизиолог, и он не занимался разными областями деятельности, как я. А ключ это сердцевение всех методов. Я вас научу входить в поток любой деятельности, кем бы вы ни были. Так, до встречи.